Так, присаживайтесь. То, о чем мы до сего момента говорили, это все то, что происходит. То есть та ситуация, или та фаза, или тот период, во время экстремальной ситуации, критической для жизни, происходят физиологические изменения, меняется поведение, оно идет по одному пути, специфическому, не специфическому, и все. Как сформировать в себе, или в ком-то другом, способность действовать в экстремальных ситуациях адекватно, дабы иметь больше шансов для выживания. Этому всему отвечает так называемое понятие как психологическая готовность. человека к действиям в экстремальных ситуациях. Что такое психологическая готовность? Система каких-то проверенных, понятых знаний, навыков, наложенных на то, что человек это может делать. Другими словами можно назвать это все, не пугайтесь формулировки, боевое мастерство. Все-таки мы говорим больше о ситуациях, которые связаны с риском для жизни, в условиях, когда кто-то угрожает. То есть человек, оружие, либо какое-то другое средство, которое может быть использовано как средство нападения. Точно эту же формулировку можно по-другому. Просто мастерство, профессиональное мастерство, личное мастерство, без разницы. Вам будет понятнее это боевое мастерство, как более термин общего подлюбимого в этой среде. Если рассмотреть это мастерство как систему чего-то, о чем мы дальше будем говорить, то можно взять троичную составляющую, треугольник, как наиболее отвечающий условиям устойчивости. Треугольник – самая устойчивая фигура из всех фигур, которые существуют геометрически. У этого треугольника мастерства есть три стороны, три составляющие, которые в совокупности вместе дают при правильном подходе как раз-таки вот эту психологическую готовность. Что это такое? Первое – это ваше знание. Знание, сознание, естественно на основе знаний, способность мыслить, разум. То, что вы можете узнать, прочитать, понять, дойти до глубины какого-то понимания и в дальнейшем найти знания и опираться. Если мы говорим об экстремальных ситуациях, значит знания какие нам нужны об экстремальных ситуациях? Олег, какие? Не бывает. Ну какие, да. То есть надо знать, какая экстремальная ситуация в определенном районе может возникнуть, как она будет выглядеть, как она будет начинаться, какие поражающие основные действия, какие второстепенные могут возникнуть в результате этого сего. То есть это знание об поражающих действиях экстремальных ситуациях. Следующее – нам нужны знания об основах выживания в этих ситуациях. То есть как защититься – это знание. Мы в себе это все понимаем, формулируем, начинаем строить систему. Знания могут быть основные какие-то, общие, могут быть специальные, могут быть специфические. Как человек с миноискателем, который мино… Это специальные или специфические знания, направленные на определенную область деятельности. И в зависимости от того, какой деятельностью вы занимаетесь, исходя из тех опасностей, которые могут возникать в этой деятельности, вы должны обладать этими знаниями. Если мы сейчас будем говорить об альпинизме, то человек, сидящий в этом зале, он расскажет все основы, все-все-все, разложит по полочкам, а вы этого не знаете. И поэтому ходить в горы вам страшно. Ну, боязно, да. Потому что у вас нет знаний. Это первое, с чего начинается. Второе – у вас нет каких-то навыков. Если знания – это то, что идет на уровне разума, то есть понимание логического мышления, то навыки – это технические действия, которые вы выполняете на основе этих знаний. То есть вы теперь знания трансформируете в двигательную активность, технические действия. И высшим уровнем этих технических действий, когда, помните, в самом начале знает, но не умеет. А вот четвертая форма – досконально знает, автоматически применяет. Так вот, умения – это как раз такие навыки, переведенные в разряд интуитивного понимания на уровне подсознания. То есть когда вас бросают тапочками, вот ролик там можно будет посмотреть, если будет время. Вы помните, в Буша в Ираке бросили тапочками, ну эти, кедом, туфлей. Когда он проводил пресс-конференцию, один из журналистов запустил в него ботинок. Первая реакция у него была такая – уклонился. Это что? Это на уровне подсознания заложен двигательный навык, на основе природных рефлексов защиты организма, развитый в результате, допустим, занятий каким-то видом спорта или какой-то деятельностью. Потому что есть люди, которые не отклоняются от летящих предметов и ходят потом с такими носами. Ну что ты смеешься? Я вспомнил Василий Петрович. Руки держат. Поэтому навыки, то есть технические действия, на основе знаний, которые вы получили об экстремальных ситуациях, вы переводите в подсознательные умения применять вот эти навыки. То есть вы действуете, не задумываясь. Когда, еще раз повторяюсь, у вас появляется человек с оружием вам угрожающим, как триггер, спусковой механизм, у вас реакция одна или несколько заложенные у вас. Либо вы побегаете, прячетесь в укрытие, либо вы извлекаете оружие и начинаете работать. То есть это раздражитель, который запускает определенные технические действия на уровне умений подсознательных. Вы уже не думаете. У вас руки делают то, что вы делали постоянно на тренировках. И умение – это как раз таки переход от количественной составляющей технических действий к качественному исполнению всего. То есть это мышечная память, это то, что закладывается вашими действиями. То есть тут можно говорить о способностях человека, но все-таки это его работа. Как знание – это умение. Вот. Но! Все было бы хорошо. Можно знать и уметь. Да? Я могу знать о том, как сходят лавины. У меня есть навык работы на снежном склоне. Я кувыркался с этим ледорубом. Вращался, переворачивался, сползал вниз, поднимался, снова переворачивался. Но я никогда не был в лавине. Меня никогда не тянуло по склону. Способен ли я те знания, которые у меня есть о лавинах, и навыки, которые я когда-то отработал, применить в реальных условиях? То есть третья составляющая – это готовность, основанная на воле и внутренней, в духе человека, применить знания и навыки в конкретных условиях. Треугольник замыкается или эта система замыкается? И тогда можно говорить о мастерстве человека. Если у него нету, какая-то составляющая выпала, значит не будет треугольника, две стороны упадут друг на друга. Если у него не работает, допустим, нету знаний, то естественно у него там навыки, они будут поверхностными. И когда нужно будет действовать в обстановке более сложной, у него просто не найдется варианта решения. Можно знать и уметь. Пример людей, которые длительное время занимаются единоборствами, выступая только по спортивным правилам на риме. Когда такой человек выходит на улицу, то обыкновенный там, ну не обыкновенный там, просто хулиган, который никогда не занимался на римке, не стоял, не отстаивал победу, не зарабатывал пояса, просто выбивает из него мозг или кошелек, а тот человек более подготовленный и по знаниям, и по навыкам своим, не может ничего сделать. Почему? У него нету готовности применить то, что он знает и умеет, в условиях конкретных, которые складываются. Нету готовности такой. То есть у него есть и знания, и умения, но нету ничего такого, что может аккумулировать его вот это все вместе для того, чтобы применить. Вот это есть все вместе, боевое мастерство. А то, что говорится про готовность, вот это составляющая мастерства, это психологическая готовность. Поэтому, когда будет далее речь заходить о психологической готовности, это как раз таки формирование или выполнение таких упражнений, или таких действий, производство таких действий, которые включают в себя понимание того, что вы делаете, и техническое закрепление, но в реальных условиях. Мы сегодня попробовали сделать. Это был шаг к повышению или выработке какой-то психологической готовности к действиям в условиях ограниченной видимости, потери ориентировки, каким-то травмам, которые могут быть, наличия препятствий. То есть вот это уже более-менее приближенная к реальным условиям картинка. Вот это и есть психологическая готовность. Она может быть трех видов основных, в зависимости от того, сколько времени есть на подготовку для формирования этой готовности. Первое – это заблаговременная готовность. Это когда ситуация экстремальная, мы сейчас говорим о подготовке к экстремальной ситуации. Когда вы знаете, что может быть, когда может быть, то есть это ожидаемая экстремальная ситуация. Когда вы знаете, что такое, какие поражающие факторы есть, все. Это то, что делается до начала или до наступления экстремальной ситуации. Ну, мне что-то сегодня так, лавины, лавины эти зашли. Опять же, возвращаемся к лавинам. Люди идут в горы, с ними проводятся занятия. Лавиноопасные участки, образование лавин, характеристики и все остальное. Правила поведения, отрабатываются техникой выполнения тех или иных действий по спасению себя, либо других. То есть это формирование готовности людей к действиям тех ситуаций. Когда люди приезжают в горы, обязательно проводятся занятия, снежные занятия. Когда уже в конкретных условиях настоящие, это все дело закрепляется и доводится до уже чувства такого, что я уже был, я уже понимаю, что произойдет. Потому что особенности нашего организма или нашей психики таковы. Мы запоминаем, ну, это опыт называется, мы запоминаем то, что мы прошли и откладываем, откладываем, откладываем. И когда возникает ситуация, угрожающая нам, наш организм начинает искать этот файл, нужный файл для запуска программы спасения. Он начинает искать. И он находит что-то, либо такое же, если человек был уже в подобной ситуации, либо похожее в этой ситуации. И тогда у человека рождается своего рода уверенность, он тебе говорит, я это уже делал. Или я был в подобной ситуации, я справлюсь и с этой ситуацией. У меня были ситуации посложнее, я с этим справлюсь. Это есть внутренняя саморегуляция и мобилизация своих внутренних резервов и ресурсов. Все, запускается программа спасения. Человек начинает выживать. Это не значит о том, что человек, у которого нет этих вопросов, он не будет выживать. Он будет выживать. Но шансы. У кого их больше? У кого-то их будет больше, а у кого-то будет меньше. У кого-то скорость реакции. Будет вот это торможение стоять перед цунами, который движется. А кто-то поймет, что цунами, вода, захлебнусь. Я когда-то плавал и чувствовал, как я тону. Я знаю, я видел кино, на семинаре мне показывали ролик, как в 2004 году этот цунами накрыло. Значит, что? Я понимаю угрожающее воздействие этой ситуации. Я буду оттуда уходить. И очень быстро. Пожар с той же самой лошади. Человек понимает, что даже... Все же смотрели, даже видео снимали, что там небольшой огонь, пожар, горим. А человек, который уже где-то запрограммировал, он сразу просто рванет к выходу и даже не будет ни вечно забирать. Что? Временное состояние готовности. Это состояние, то есть вы находитесь в какой-то повседневной деятельности. Вы понимаете, что, допустим, сегодня наша задача сегодня... Ну давайте возьмем телохранительство, так чтобы было понятно. Наша задача сегодня обеспечить безопасность человека от дома до офиса и обратно. Я знаю, что мне нужно делать сегодня. Я начинаю формировать свою готовность. То есть у меня есть заблаговременное, я ее себе сформировал. Оружие, мой внешний вид, мои знания, умения, все это... Сегодня он едет в аэропорт Борисполь. Я понимаю, что это будет дорога на хайвее, большая скорость, все. Значит, что? Надо предупредить водителя, не набирая скорость, контролируя дорогу, проверить, какая погода, какое покрытие, корректировать. То есть создавать временное состояние готовности под выполнение определенной задачи. Это, опять же, работа вперед, превентивные действия. Вы раскидали и себе представляете на этом участке работы этапы, которые вам нужно выполнить. Что может произойти и как вы на это будете реагировать. То есть, если создается угрожающая ситуация на дороге, машина пошла в занос. Я делаю вот это, вот это, вот это, вот это. Отработал эту ситуацию, пошел к следующей. Мы заходим в аэропорт Борисполь, двигаемся по залу встречающих. В этот момент происходит взрыв, как домодедом. Происходит взрыв, потому что террористическая активность в Украине повысилась. Есть угроза, где домодедово предупреждали за неделю о том, что будет взрыв. Предупреждали. То есть, зная о том, что было предупреждение такое, я понимаю, что мне нужно избегать большого скопления людей. Нужно ходить по участкам, которые обеспечивают отсутствие конструкции, которые будут на меня брушаться. Поближе к выходам, поближе к безопасным местам. Все. Я сформировал себе готовность. То есть, я отработал алгоритм. И этот алгоритм у меня лег под определенную ситуацию на сегодня. Все. Когда этот день закончится, временное состояние готовности закончится с завершением моего дня. Он закончился, я пришел, достал один меч, положил, достал второй меч, снял, сел, кимоно, чай, попил, лег спать. Все. Утром встал, опять самурай засунул все мечи и пошел на работу. И ситуативная готовность. Вы идете по улице. Идете. У вас наушники там, все. Вы в состоянии счастливого, беззаботного человека. Трук из-за угла выходит навстречу человеку, который несет что-то похожее на тяжелый предмет, которым обычно бьют по голове. И угрожающие смотрят на вас и начинают менять траекторию и начинают с вами сближаться. Вот. У вас, естественно, возникает кто такой. Туннельное зрение, фокусировка. Вы уже ничего не видите вокруг. У вас начинается бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Наращивается частота сердечных сокращений. Вы думаете, он ко мне или не ко мне? Будет бить или не будет бить? То есть, возникает ситуационная готовность. Вы. Раз. Два. Три. Укрытие там. Подъезд там. Вот там милиционер, если громко крикнуть, услышит. А если не добежит, значит где? Твердая поверхность. Как мне стоять? Вы смотрели подъезд. Да? Человек зашел, стоял спиной. Один, два, три. Кляц. И лег. То есть, понимает, что что-то пошло какое-то движение. Развернулся, приготовился. Может быть, он успел среагировать. Да? На тот удар, который был. Подлянки такие. Раз, и выбрасывается рука. Мог бы среагировать. Мог. Если бы у него была ситуационная готовность. Но у него не было этой. Он не привык к тому, что его бьют в подъезде. Никто из нас не привык к тому, что на нас нападает. Вот. А нападение происходит. И не факт, что это не случится с нами. Почему нет? Почему там, ну, мои штаны уже, наверное, никому не нужны? Вот. Или мои ботинки не понравятся какому-то бомжу, у которого сейчас зимой очень холодно там в кедрах. Он посмотрел. В лабух идёт наушники. Где-то там. Или спит в троллейбусе, в котором никого нет. Можно просто подойти, кляснуть по шее. Временная потеря сознания. А этого достаточно, чтобы мне снять ботинки, а дети в них выйти. Ничего не будет. Бомж подготовленный. Не, ну. Вот. То есть, когда у вас возникает раздражитель. Раздражитель. Стресс. Да, стрессов. Вот. У вас начинает работать организм. И он сразу такой. Что делать? Что делать для того, чтобы предотвратить угрозу? Вот. Что делать, чтобы быть готовым, если вдруг действительно эта опасность, которую вы себе классифицировали как опасность, начнёт фактически на вас действовать? Вот. Вот это есть три уровня или как бы три вида психологической готовности человека. Вот. Вот. Что повышает эту готовность, да? Что повышает? Вот. Человек должен чувствовать себя защищённым во всех отношениях. То есть, это личная безопасность, которая включает в себя и финансовую, и юридическую, и экономическую, и социальную, и физическую, и физиологическую, и психическую защищённость. Это комплекс. То есть, самодостаточный, уверенный в себе человек обладает большими способностями к сопротивлению, то есть, большей готовностью к отражению нападения или к противодействию угрожающей ситуации, которая складывается. Вот. Далее. Человек должен быть мобилизированный, потому что, если он не будет сохранять бдительность, то какие бы его знания, умения и способности по применению этих умений не были, если он закрывает глаза, отключает звук себе наушниками, вот, одевает очки чёрные, да, и там, загромождает свои руки, ноги какими-то предметами, одевая там одежду или на высоком каблуке туфельки, вот, то наступление экстремального воздействия ситуации, который может быть, может привести к тому, что я окажусь, ну, в растерянности, неготовым. У меня не было мобилизованности к действиям. Вот. Минимизация времени на угрозу заключается в том, что вы отрабатываете и ищете пути, ну, если есть такая необходимость по отработке действий, по противодействию территориальной угрозе, вы выбираете наиболее оптимальные рациональные пути, которые могут быть в данной ситуации. Это метод пробок и ошибок. Вот. По-другому не будет. Ну, вот я ниже сказал, то есть наиболее рациональным. Вот. Следующее – это быстрая адаптация к новым изменяющимся условиям. Адаптироваться к изменяющему условию вы можете только тогда, когда вы в эти условия попадете. То есть ничто не готовит лучше человека, чем подготовка в тех условиях, которые могут возникнуть. Если мы говорим опять же о тех лавинах, то значит вам надо попасть на снег, на склон, где эти лавины могут быть, но сегодня их нет. Вот. Или походить по какому-то участку, который похож, и там, если она будет какая-то лавинка, то она будет небольшая, хотя бы посмотреть, как он съезжает. Для того, чтобы прочувствовать это все, понять. вот. Когда вы сегодня пробовали падать назад. То есть это то же самое, ситуация, которая непривычная для вас. Если вы понимаете, что ваша жизнь или опасность вашему здоровью заключается в том, что вы подскальзываетесь и падаете, бьетесь головой, затылком об асфальт, да, то есть переходите в непривычное состояние, тогда направьте свою подготовку для того, чтобы этого избежать. Создайте себе такие же условия, падая назад постоянно, отрабатывайте защиту, отрабатывайте противодействие тем условиям. Тогда ваш организм, попадая в такие же условия, но реальные, он сразу же находит себе, я уже здесь был. Он говорит, я уже был, я уже пробовал падать назад, надо делать вот это. И все. Человек очень быстро переходит в состояние адекватных действий. Что такое адаптация? Для того, чтобы вы, ну, себе уяснили, как бы поняли этот, ну, эти условия. Адаптация – это приспособление, да. То есть были одни условия, они изменились, и человек же, чтобы были нормальные, а теперь ему нужно подстроиться под эти ненормальные, чтобы они стали нормальными. Для примера – это введение боевых действий. Вспомните 95-й год Чечня. Да? Начало боевых действий, что у Грозного, все. А когда туда вошли войска, люди не имели опыта, то есть они были неподготовлены психологически, тактически, ну, там, профессионально, никак. Вот. Но прошло 3-4, там, 6-7, 10 дней. На 10-й день, на 10-й день, то есть 10-го января в Грозный, ну, в дворе Зудаева взяли, там, 10-е, 11-е, по-моему, января. То есть войска, которые вошли туда, несмотря на то, что они понесли колоссальные потери, когда они находились в ужасном состоянии. 18-19 лет этим мальчишкам, вот, когда рядом разрывают их товарищей, им бросают эти отрезанные головы, вот, в условиях отсутствия поддержки сзади, да, то есть только ты сам за себя или группа товарищей, вот мы тут вместе, они сумели адаптироваться к тем условиям. И когда показывают хронику, там, смотришь на эту хронику, то эти люди уже совершенно другие. Их называли, ну, это когда была оценка, там, смотрели, так называемые старички войны. Старички войны, это те, кто прошел адаптацию. То есть для них, они улыбаются, они смеются, несмотря на то, что вот там за углом идет бой. Они сидят, у них, их задача сейчас не воевать, они там отдыхают или что-то, принимают пищу, все, но там идет бой. То есть поднимаются, пошли туда, через 20 минут, кого-то уже из них может не быть. Но у них нет страха, такого, панического страха. Есть беспокойство, есть опасения. Вот. Они адаптировались. Теперь для них условия войны, ужасающие картины разорванных тел, раненых или убитых товарищей, разрушений, вот, и куча всяких других стрессовых факторов, которые для обычного человека вызывают вот эти вот все страхи, для них это нормальная картинка. Вот это и есть суть адаптации. Они адаптировались, и теперь им воевать легко. Ну, не легко там, я образно говорю. То есть они привыкли к этому. Вот это адаптация. А вот. Ну и контроль выбранного алгоритма действий для реагирования на дальнейшие изменения в становке. На том, что вы начали действовать, воздействие на вас экстремальной ситуации не закончилось. Она может продолжаться, она может иметь скрытный какой-то цикличный характер. Только тогда, когда все условия поражающих факторов закончили свое воздействие на вас, вы можете расслабиться. Иначе, ну помните фильм «Спасти лидового района»? Ну, все смотрели. Момент, помните, когда они штурмуют этот самый длинный день, 6 июля? Они штурмуют, выходят, и боец такой сидит, ему в каску попадает пуля. О, повезло, тут же вторая. И в голову. Он каску снял. Он снял каску. Вот. Контроль выбранного алгоритма действий, реагирования на дальнейшие изменения, был утерян. Если тебе попала пуля в голову, не надо снимать каску, вернее, в каску попадает. Не надо снимать каску и радоваться тому, что произошло. Для тебя воздействие экстремальной ситуации не закончилось. Потому что ты не ушел, ты остался там, в том же месте. Поэтому следующая пуля просто попала в голову. Вот это и есть контроль. Моральная, вернее, психологическая готовность к моральному баллу основывается на личной безопасности человека. Это вот та вот состояние защищенности во всех отношениях, во всех аспектах. Которая заключается в формировании какой-то идеи или идеологии своей жизни. Вот. Если я понимаю, что зимой я могу замерзнуть, то я не буду ходить в легких туфельках и в тоненьких штанишках. Потому что у меня есть автомобиль. Как правило, большинство людей, которые занимаются бизнесом, ездят в автомобиле, они ездят так, чтобы быстренько из автомобиля заскочить в ближайший офис и обратно. Когда они выезжают куда-то и попадают в экстремальные ситуации авария, например, и автомобиль дальше не едет, ему выживать в тех туфлях и в тех штанах. И в той, ну даже, может быть, без кубки. И тогда у него начинается борьба с холодом, то есть борьба за выживание в условиях уже следующих. А что нужно было? Заблаговременная готовность психологическая заключается в чем? Я понимаю, что события моей жизни могут развиваться не так, как я планирую. Значит, у меня в автомобиле всегда должно быть теплые вещи, запас воды, запас продуктов, медикаменты, ты-ты-ты-ты-ты. Поэтому я хожу с большим рюкзаком. Нет, это реальная ситуация. У меня в прошлом году у друга есть несколько эвакуаторов. Время сильного мороза. Где-то за городом, со сколько-то сотен километров от Киева, сломалась машина, так что она не работала. И человек, отморожение, конечно. Вместо сервиса... Много людей померзло там на трассе. Ну вот. Это отсутствие вот этого понятия как личная безопасность. То есть люди не оценивают угрозы, которые могут возникнуть в их жизни. Соответственно, не оценивать угрозы они не строят систему защиты. Не построив систему защиты, они попадают в эти ситуации, оказываются в безвыходном положении. Или в угрожающем положении. Обморожение в лучшем случае, в худшем смерти. Только из-за того, что я просто не подумал, что мне, у меня может в моей жизни возникнуть ситуация, когда мне в этих туфлях и в этой легкой одежде придется ходить по морозу. А всего лишь подумав, раз сформировал НЗ, сделал, он всегда есть. Он не мешает. Но если что-то случается, у меня есть еще один шанс. Это то, что я вам говорил, составляющие личной безопасности. И установки на выживание. Психологической готовности, то есть то, что вы для себя вдалбливаете в голову и говорите. Вот так должно быть. Первое, чего нет, это я должен выжить. Это все. Выжить. В любом случае. Даже мы говорим о телохранительстве, рассматривая ситуацию. Когда телохранитель закрывает собой тело. И другими словами, жертвует своей жизнью или своим здоровьем ради сохранения жизни другого человека. Это просто техническое действие. Это тактика. И эта тактика должна быть направлена не на то, что я умираю, чтобы выжил он. Нет. Я делаю все для того, чтобы я остался в живых. Если я остаюсь в живых, значит он выживает. Это так же, как мать и ребенок в самолете. Я делаю все для того, чтобы выжить самому, чтобы иметь силы и спасти его. Адекватная самооценка. Не самоуверенность там, а именно уверенность в себе. Я должен понимать, что я могу делать, что я не могу. Что я знаю, а чего я не знаю. В соответствии с этого мне легко строить, что мне нужно узнать. В зависимости от того образа жизни, который я веду. Или той деятельности, которую я делаю. Или той поездки, которую я планирую и строю свою временную психологическую готовность. Я понимаю, что мне нужно ехать далеко. Я сформировал запас теплых вещей, еды и воды. Или медикаментов. Я понимаю, что мне это нужно сделать. Я себе раз. Вспоминаем одного человека, который... Где план? И все время приходишь, нет плана, иди отсюда. Как мы будем праздновать день рождения? Валерия Петровича Кабусти. Валерий Петрович. Напишите, что нам нужно. Сережа Люзак пишет. Напишите. Волевой настрой и поведенческие алгоритмы. Я должен выжить. вот он, волевой настрой. Основной. Ну, провиск, мы с вами уже рассматривали. То есть все должно подчиняться вероятность наступления какого-то события, последствия, которые могут быть, преломленные через призму страха, который есть. Чем лучше я управляю этим страхом, тем вероятность того, что я выживу, то есть наступления благоприятных событий для меня, будет больше. Осмотрительность, бедительность, эффективность, надежность в действиях, умение преодолевать чувство страха. Это все называется, подводим итог. Что нужно за себя делать? Что такое личная безопасность? Для того, чтобы было понятно, опять же, рассматриваем с точки зрения треугольника это все. Три составляющих. Первое. Вы должны обладать информацией, информированной. Информированность заключается в наличии знаний, наличии той информации, которая вам необходима, оперативно сейчас, на данный момент. То есть это и видение возможной опасности, которая приближается, это и слышение, это ее и ощущение, это информирование. Чем больше у вас информации, тем вы более психологически готовы к противодействию тем угрожающим условиям, которые возникают. Если у вас нет информации, как есть фраза, то предупрежден, тот вооружен. Если у вас нет информации, значит вы не вооружены. Все. Вам нечем сопротивляться. Не вопрос. Вы можете перестроиться. Волевой настрой, установки на выживание, они способствуют. Они раз-раз-раз, и человек вышел. Но сколько времени он на это затратил? Как быстро он смог справиться с теми реакциями страха, которые были из-за отсутствия информации? Больше информации, значит большая способность быстро принять правильные решения. Меньше информации, значит и решение будет приниматься дольше, потому что ее надо еще получить, собрать. Поэтому следующее после информации, это бдительность. Мало знать. Надо еще и нюх не терять. Да? Ну классно. Я все знаю, только когда я захожу в комнату какую-то, я все отключаю, вложусь там. Я понимаю, что вот там у меня безопасность, все классно. А здесь у меня и не надо ни о чем думать. Раз-раз, и оставил включенный электрочайник. Все. Он раз, загорелся, дым, пошел гореть материалы, которые, и задохнулся. Бдительность потерял. Это тоже самое касается, вспоминаем сразу, давайте, дневки там всякое такое, то, что делалось. Информация есть, бдительности нет. Нету бдительности, значит правда. Будет сразу же вот этот прессинг. Вот. И третья составляющая, это подготовка. Это вот эти вот навыки, умения и способности применять это все в реальных условиях. Три составляющие. Информация, бдительность и умение противодействовать. Вот это и есть безопасность. Если вы понимаете, что вам угрожают, допустим, вы в криминальном районе живете, где вам могут в подъезде зайти и ударить по голове, вот как мы на ролике, который мы смотрели, значит вы определенным образом строите свою доктрину безопасности. Вы перемещаетесь по определенным местам, да. Вы в подъезд заходите, осматриваете, имейте при себе фонарик, для того, чтобы освещать затемненные места, иметь возможность лучом направленного света, да, дезориентировать, ну не ослепить, хотя бы дезориентировать человека, который в этих темных местах стоит. Что он там стоит? После, ну, блынули ему глаза. У него уже все, потеря ориентации. Вам это достаточно, чтобы вы вышли из зоны возможного поражения. Или, ну, значит, надо иметь такой фонарик, которым действительно можно еще и работать, как яварой, да, усиливая воздействие. Если вы входите уже в подъезд, то есть информацию получили, стоит человек, один или трое, как на ролике. Я захожу и понимаю, что если вдруг что, они на меня начнут нападать. Я себе раз, руку в карман, а у меня в этом кармане нож. Я себе, или пистолет, я себе раз, пистолетик передвинул, и понимаю, расстегнул курточку, да, отодвинул, освободил, фиксатор снял. Не надо там доставать. Но если вдруг что-то двинулось, время на проведение оружия у меня меньше, чем если бы я вот этот, моторика не работает, да, ну, от страха. И я не могу расстегнуть, я не могу поймать эту собачку, и все. Ну, сразу вопрос, вы пробовали делать вот эти вещи? Вверх вытягивали. Ага, а если куртка такая, потому что не вытянет? Они еще такие носили. Ага. А я специально, ну, пробовал, проводил занятия на молнии. Вот, там есть свои заморочки. Вот, оказывается, ну, курток у меня нет. Оказывается, если ты открываешь рукой, рукой, ну, правило такое, открывай той рукой, с какой стороны собачка. Если ты открываешь противоположной рукой, она не, ну, она не то, чтобы переклинить, она не раскрывается. То есть ты, у меня собачка на 5.11 в эту сторону, да, под левую руку, ты правой открываешь, и все, и ты не можешь. Тебе надо вот это движение сделать, то есть сбить, и тогда достаешь, а это лишнее движение. Заходишь в подъезд, понимаешь, что могут произойти. Перевел все, это бдительность. Я стою, повернулся, встал, посмотрел упор, допустим, если в угол будут гнать, значит, нога, пистолет вниз, сверху не страшно, вот, и пошел вниз уходить оттуда. Вот, или наоборот, толкаешь вниз, закрывая того, кто был снизу, а по верхнему лупишь, чтобы он падал. Вот, и проходишь вниз, потому что сверху лучше обороняться, чем снизу. Снизу будут забрасывать гранатами, как грозно. Вот, ну, каналы получения информации. Вот, то есть информированность, да, она не просто из книг и журналов приходит. Информированность, это то, что вы, ту информацию, которую вы можете получать. А получать вы ее можете по, вот, реактивным системам человека, то есть по органам чувств. Три основных вак, да, визуально, аудиально, кинестетически. Видеть, слышать, чувствовать прикосновениями, кожей, там, изменениями, того, что происходит в организме человека. Вот. Но об этом я уже вам говорил, там, про самоубеждение, самоотношение, самоприказ. Вот. Зеленым цветом выделены те установки, да, которые вы себе можете формировать. И когда что-то происходит, вы себе, я решал задачи-посложнение, решу ее. То есть, если у вас был опыт какой-то, вам легко, вам легче преодолевать те ситуации, которые вам жизнь предъявляет. Вот. Потому что у вас есть уже на что опереться. Если у вас не на что опираться, то есть вы не преодолевали такой, не проходили опыт, у вас не было. Тогда идите по второму варианту. Все будет нормально. Ты подготовлен достаточно, чтобы это выполнить. Все. Это самоуверенность. Да, уверенность в себе. А вот. А если уже ничего нету, да, нету никаких вариантов решения, тогда это, ну, путь самурая, там, так назовем, самоприказ. Достал меч и пошел вперед. Без колебаний. Или, ну, как в этом, в трактатах написано, да, там. В ситуации или-или всегда выбирай смерть, потому что смерть предпочтительнее позвать. Смерть почему? Состояние. Сменишь. Быть живым и... Пусть лучше 7 раз судя, чем 6 перонесут. По-другому трактовать. Если не знаешь, что делать, то шаг вперед. Да. Не становиться, не межеваться, не знаешь, что делать. Вперед. Да, все правильно. Это еще раз говорит о наступательной, активной обороне, да. Вот. Просто раз-раз-раз, а потом поговорили даже там с людьми, которые здесь сидят. Вот, оказывается, ну, израильская система, ну, вы знакомы все там практически, да. Они идут вперед. Почему идут вперед? Вот сознательно забивается отключение механизмов пассивной защиты. Их на тренировках даже нет шага назад. Только вперед. Почему? Человек, шагая навстречу опасности, уже переходит в состояние какого-то там боевого транса, так его образно назовем. То есть он идет, реагирует. Плюс, с точки зрения там геометрии и тактики, совмещая геометрию с тактикой, да. Футбольный воротарь, ширина ворот, стоящий воротарь на линии ворот, в ситуации один на один, да. Воротарь выходит вперед. Почему? Выходя вперед, он закрывает большую площадь. И там уже работа их, кто кого перехитрит. Но он закрывает площадь. То же самое, как бы, в этом всем. Причем, двигаясь навстречу опасности, психологически вы уже работаете на активность обороны своей. Двигаясь навстречу опасности, если мы говорим про самооборону, противник не ожидает, что на него будут двигаться. Уже он встретит свою ситуацию. Он переходит, поэтому я вам показывал, да, слайд, где субъектами экстремальной ситуации является, в том числе и нападающим. То есть он уже переходит. Все пошло не так, как он себе придумал, как он себе предполагал. Он же думал, что будет жертва, а жертва уберет и начинает сопротивляться. Жертва вместо того, чтобы впасть в ступор или в бегство, разворачивается и с диким оскалом, переводя страх в противоположную категорию злость или ярость, начинает идти на него, защищая те ценности, которые есть, несмотря ни на что. Вот это и есть психологическая готовность. И как заключением этого блока психологической готовности, есть в принципе большинство людей, которые в своей жизни тренируются, 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 тренируются. К наступлению каких-то экстремальных ситуаций, могут в этой ситуации никогда в жизни не оказаться. Ну, большинство. Если посмотреть на статистику, погибают же не все. Допустим, как мы говорили, в этих землетрясениях, сколько, 8 миллионов. А остальные даже не знают про эти землетрясения. Но это не значит, что им не стоит думать о своей безопасности. Потому что ситуация, даже после окончания этого семинара, может для нас развиваться ненормальным образом. То есть мы выходим на улицу, там гололед, машины ездят уже не так, люди уже по-другому, потому что сегодня суббота, значит кто-то мог употребить. Все. Ситуация может возникнуть. Или поехали вы в Египет отдыхать. Раз, и революция. А там убарок. Кто думал, что в Египте, куда все ездили, он вклюзил. И тут раз, и некуда уже ехать. А люди, оказавшись в тех ситуациях, ну понятно, нашим-то все равно они. Значит, там же скидки пошли, да, и наши наоборот ехали. Уже не разрешают. Потому что туроператоры, наоборот, надо же хоть какие-то какие-то деньги вложенные вернуть. У нас нет, у нас личная безопасность, она преломляется не просто эмоциональной призмой, она все-таки выгодной. Где будет на шару? На шару и хлорка творога. Нет, на шару и хлорка творога. Поэтому Сун Цзи сказал, что можно готовиться, готовиться всю жизнь, и только один раз это использовать. А может быть и никогда. Вот Ханя такой же подходит. Да, Ханя такой. Опять же, человек, который постоянно готовится, уровень духа выше, чем у человека, который в себе не уверен, не подготовлен. Давайте сейчас пока не будем отдыхать, сделаем вот это, а потом уже завершим, сделаем небольшой перерыв и все, закончим. Да, просто это в одном ключе. В одном ключе. Психологической готовности. Мы с вами рассмотрели, что психологическая готовность может быть такая. Заблаговременная, временная и ситуационная. В зависимости от того, как, что складывается в жизни с человеком, мы формируем в себе готовность к действиям в определенных ситуациях. Но, исходя из того, что эти ситуации в нашей жизни не наступают, то наша вот эта бдительность, она притупляется, она падает. В результате чего мы все время получаемся в состоянии мнимой безопасности, отсутствия угроз и невозможности наступления. Появляются стереотипы, со мной это никогда не случится, если со мной это случится, я всегда буду готов. Ну как же, я всегда готовился. А сейчас у меня время прошло, я уже не так готов, но я думаю, что я готов. И когда это случится, я буду вообще во всеоружии, я буду принимать любые способы, я буду адекватно мыслить, я буду использовать то, что мне есть для спасения. Это заблуждение, на самом-то деле. Это утопия, которую человек сам себе из-за лени или из-за нежелания работать самим собой, забивает и создает. Это очень сильно связано с телохранителем, очень сильно. Когда они там научились делать, а потом уходят эти пирожки и получают деньги. Но я же это делал когда-то, это же не значит, что ты теперь это можешь сделать. Не только с точки зрения физических возможностей, а с точки зрения психологической готовности применить то, что ты делал в ситуации, которые уже как-то трансформировались, изменились. Поэтому психологическая готовность – это постоянный процесс тренировки и отработки тех навыков на основе знаний в реальных условиях обстановки, которые постоянно меняются. Чем больше делается, тем больше опыта, 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 опыта накладывается туда. Тренированность содержится в 48 часов. Да, ну вот вспоминайте. Про письмеликого человека. Исходя из того, что вот это наше отношение к своей безопасности, к жизни, к готовности к экстремальным ситуациям несовершенно, предлагается следующая система цветового кодирования тех уровней готовности, которые могут быть по жизни. Применяя эту систему, вы можете четко повышать уровень своей готовности, то есть разгонять свою психику, повышать активность этой психики. И точно так же понижать, когда ситуация уже становится более контролируемой, когда воздействие стрессовых факторов уменьшается, чтобы не превращать это все в состояние шизофрении. Когда везде опасность, знаете, есть мания преследования, люди все время в состоянии войны. Все-таки мы нормальные люди, но нормальность наша заключается не только в том, что мы в паранойю не впадаем, а еще и в том, что мы можем адекватно оценивать окружающую ситуацию и определенным образом на нее реагировать. Цветовая система называется цветовой код Купера. Купер, знаете, бывший морской пехотинец, который разработал систему... Ну, практическая стрельба была основоположником практической стрельбы в Америке, родоначальником, куча всего сделала, потом в конце концов понял, что практическая стрельба это всего лишь спорт, отошел от практической стрельбы, значило там следующую... Практическая стрельба, то есть уже более применима к реальным условиям. Вот. И он разработал систему вот этого готовности человека в зависимости от того, как складывается ситуация вокруг. Вот. Это своего рода модель психологической готовности, которая позволяет адаптировать, да, приспособить уровень готовности в зависимости от обстоятельств и окружающей среды. То есть, нам в окружении картинка все время меняется. Ну, сейчас мы здесь сидим в комнате, у нас один уровень готовности. То есть, мы не готовы сейчас ни к чему. Ну, уже начинаем немножко даже засыпать, уже там, да, кофе уже, когда уже там это закончится, все. То есть, если сейчас будет гореть потолок, то мы можем некоторое время просто на него смотреть. А потом у нас придет понимание, что это повторяется та же ситуация, тогда мы будем выбегать туда на выход. Но у нас уже есть опыт преодоления препятствий даже с закрытыми глазами. Поэтому уровень вашей готовности и уверенность в ваших действиях, он уже выше. Да? Мы же уже потренировались бегать между стульями с закрытыми глазами. Знаете, где дверь, то есть, есть информация. Знаете, где выход, знаете, где туалет и где вода, чтобы туда добежать и намочить свою одежду, если этот путь будет закрыт, и все. Знаете, где окна и как они открываются? Потому что они раз и открылась. Сразу в решетке. Ага. Видите, есть информация о том, что там есть решет. В окна можно не бежать. И наоборот, окна не трогать, потому что разбитие окон вызывает еще большее воспламенение всего того, что здесь есть за счет притока оттуда воздуха. 5. Состояние готовности человека по цветам. Белое, желтое, оранжевое, красное, черное. 5. В зависимости от того, что происходит вокруг человека и как он к этому относится, определенные действия предъявляются каждому из состояний. Рассматриваем последователь. Белое. Отсутствует угроза как таковая. Это вот сейчас. Ну, в принципе, сейчас мы пребываем в состоянии белое. Почему? Ну, на нас ничто не воздействует, нам тепло, комфортно. Вы сидите, ну, более-менее комфортно. Вы сидите на мягких стульях, есть кофе, капучино, пирожки. Вот. Есть девушки, которые мило улыбаются. И, в принципе, то, что творится за окном, нас сейчас не касается. Если сейчас, я еще раз говорю, на нас будет воздействовать какая-то ситуация, мы можем начать тормозить. Просто из-за того, что мы в этом состоянии белое. Американцы называют это состояние толстый, тупой, счастливый. А вот. То есть это тогда, когда вы пришли домой, закрылись в комнате, которая там за бронированными дверями находится, у вас собаки, система безопасности, все есть. Вы там закрылись, достали поп-корн и все. И смотрите телевизор, все. Гнедушителя нет. Гнедушителя нет. Гнедушителя нет. Гнедушителя нет. Ну да. Вот. Следующее. Это состояние людей, которые очень сильно увлечены своими мыслями. Личностные переживания, связанные с различными моментами. Больной ребенок, или я очень хочу добиться каких-либо... Или мне нужно подготовиться к семинару. Я там хожу к семинару, мне спрашивают, тебя как зовут? Ну да. Что? Я реально говорю, да? Или там, тебе что-то говорят, ты такой, да, 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 да. А ты сделал. Что? Так тебе же говорю. Это состояние белое. Человек увлечен своими мыслями. Вот. Или же он увлечен какими-то действиями. Иду и слушаю музыку. Вот я иду, или английский, да, очень часто многие раз включают. Он идет, и повторяйте эти слова. Он сосредоточен там, в голове, на изучении английского языка. И идет. Красный свет, а у него... Здесь есть... Тейбл, 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 тейбл. Пошел. Машина сбила. Почему? Не было, да, ситуационной готовности. Пешеходный переход, красный свет. Остановись. Загорелся зеленый, посмотри налево, посмотри направо. Это ситуационная готовность человека к угрожающим воздействиям улицы, которые предъявляют ему. Он шел в состоянии белого. Следующее. Это люди, которые увлечены своими чувствами. Влюбленные парочки в метро или там где-то все... Они вот, они в мире, вот этом ауре. Целуются. Тут на ролике в подъезде тоже с букетом цирков. С букетом цирков. Ну вот, то есть вполне возможно, что в тот момент у него действительно были мысли, сейчас там, лифт, цветы, открывается дверь, я цветы. Она, ах, я ей, ух, ух, и пошли, вах. У нас просто к другому готовность. Поэтому это состояние белое. Уже к тече на похоже. Состояние белое говорит о том, что если на вас будут нападать или вам будет угрожать экстремальная ситуация, то воздействие, поражающий фактор, как правило, достигнет максимального результата. Вы либо, ну, извините, погибнете, либо для вас это будет таким шоком, вернее, ну, неожиданностью, неправильно сказать, это будет для вас такой неожиданностью, что вы сразу же из белого состояния можете перейти в состояние черное. Мы к нему дойдем. Реакции замедлены, принятие решения, ну, это же, это надо вот так сделать. Что происходит? Надо понять, почему происходит. Что, ну, там, динамика, да, вот то, что мы говорим. А я не готов. Поэтому в жизни нужно стараться вот этих состояний как можно больше избегать. Только построив систему безопасности, четкую, да, вы можете находиться в этом состоянии, но что? Треугольник безопасности. Не теряя чего? Бдительность. Бдительность. Следующее состояние. Это состояние желтое. Вот. Если в первом случае угрозы не было, да, то в состоянии желтое это абстрактная угроза. То есть она где-то есть. Она существует. Вы о ней думаете и предполагаете, что она может наступить. Соответственно, с этим вы начинаете строить какую-то систему безопасности. Если эта угроза вдруг появляется, у вас сразу раз, все, вы были готовы к наступлению подобного состояния. Вы расслаблены, но в то же время вы готовы. Это состояние, в котором мы, ну нормальные люди, я не говорю про, извините, я еще не сказал, белое состояние, это состояние людей умолешенных. Ну, которые, там, идут лунатики, там, еще какие-то, вот. То есть определенными психическими изменениями в организме. Вот. Желтое состояние, это состояние готовности или состояние обыкновенной жизнедеятельности нормальных людей. Когда вы идете, походите к пешеходному переходу, вы останавливаетесь, хотя бы для того, чтобы посмотреть, нет ли машин, если вы вдруг решили нарушить правила и пойти на красный свет. А вот, перебегая дорогу, там, большую, большую, тот самый, там пешеходный переход, там пешеходный переход. Нет, давай будем вот здесь идти, потому что нам нужно вот здесь быстрее перейти. А вот. Посмотрите налево, посмотрите направо, если все нормально, вот это и есть состояние желтого. Это адекватная оценка ситуации. Посмотрели, этот самый, замерзший лед, снежком присыпанный. Не идите туда, если у вас обувь на скользкой подошве или на высоком паблуке. Ну, не надо. Лучше сделайте лишних 10 метров и обойдите эту замерзшую лужу. Либо сделайте все то, чтобы предотвратить, если падение будет, предотвратить удары частями тела, которые у вас могут быть травмированы. Вот. Широко расставляя ноги, там, или держась за какие-то поручни, либо за человека, который рядом. То есть, это состояние желтого. Когда человек адекватно воспринимает угрожающие ситуации вокруг. В этом состоянии человек может находиться 24 часа, ну, то есть, круглосуточно. Он все, воспринимается нормально. И как для примера, видите, вот здесь вот, вождение автомобиля. То есть, человек едет за рулем, он понимает, он смотрит вперед, смотрит на дорожную установку, на знаки, которые возникают. Он смотрит назад, контролируя машины, которые обгоняют, там, все. Вот. Ну, за исключением велосипедистов, которые ходили где-то, потому что вы ролик уже посмотрели. Вот. Он нормально себя ведет. Но. Появляется что-то, что начинает вызывать у него повышенное чувство тревоги. На пути движения появляется автомобиль, и карус, да, вот этот, или там, автобус. Вот. Мы не говорим в ситуации столкновения. Он появился так, и я вижу, что мы сближаемся угрожающим. Значит, у меня уровень моей готовности начинает повышаться. И меня, мои проявления внутри, вспоминайте шкалу страха, да, неуверенность, там, легкие опасения какие-то, постепенно переходят в состояние испуга оранжевого. Я уже начинаю бояться приближения этого автобуса. Для меня угроза становится уже конкретной, она не абстрактная. Я конкретно вижу, что мне угрожает. Тогда здесь что начинается? Панельное зрение. Мы сосредотачиваем свое внимание на объекте повышенной опасности. И начинаем, и здесь начинает включаться все то, что работает в минус. Мы теряем контроль за тем, что у нас по бокам и сзади. У нас-то опасность есть, она конкретная, мы туда сосредотачиваем внимание. Хотя у нас еще не произошло ничего такого. Мы смотрим на этот автобус и начинаем, уже появляется судорожность в каких-то действиях, уже начинает тикать сердце быстрее. И уже начинаются какие-то проявления другие физиологические. Тональное зрение, вы не слышите уже кого-то, кто рядом сидит и начинает вам что-то рассказывать. Уже все. У вас уже внимание сосредоточено на конкретном объекте. Если опасность минует, вы выходите из этого состояния, переходите в жесткое состояние, и у вас выдох там, да, все. Но сохраняются там где-то какие-то проявления, особенно связанные со соцебиением. Потому что в этом случае адреналин уже был выброшен в кровь. В этом состоянии человек не может пребывать очень долго. То есть это состояние повышенной тревоги. То есть в общей сложности 2-3 часа, и после этого все. Почему в коруле часовые стоят 2 часа? Потому что через 2 часа вот это состояние конкретной тревожности, потому что если они расслаблены, вернее в белом, как правило, в белом, оно, если они постоянно были в этом состоянии, может перейти к тому, что они настолько будут утомлены, что они перестанут видеть то, что есть. Ну, это похоже на наблюдение в снайперский прицел длительное время. Лежишь, 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 тебе говорят, цель должна появиться. Когда неизвестно. Цель проходит. Цель прошла. Нет. Как нет? Утомление. Человек, напрягаясь, ожидая эту угрозу, переходит в состояние утомления и просто ее пропускает. Не увидел. То есть психика отключила зрительные восприятия. Все. Нет. И цель прошла. Если ситуация развивается не по сценарию закончилась, и вы перешли в желтое состояние, а она продолжает на вас воздействовать, уже настолько угрожающей, что вы чувствуете неотвратимость, то вы начинаете бояться. Страх. Появляется страх. Страх смерти, страх последствий, страх повреждений, и дальше-дальше неуверенности ситуации. Появляется страх. Страх это состояние красное. Это состояние, которое, то что мы говорили, драться либо бежать, то есть сражаться либо убегать. Вот это состояние. Это состояние борьбы. То есть это тот момент, который предшествует началу действия. Вы переходите в состояние, когда если вам угрожает человек, стоящий рядом с вами, то вы малейшее его движение, направленное против вас, уже воспринимаете как атаку и идете на опережение его действий. Но если мы говорим про рукопашный бой, то есть человек в подъезде, который там стоял, должен был перейти из состояния, очень быстрое, из состояния белого, с букетом цветов, и думая о том, как он пройдет сегодняшний вечер. Очень перейти из состояния белого, из состояния оранжевого, когда появились первые люди, до состояния красного, когда бы он развернулся к ближайшей угрозе, и стоял так, чтобы видеть его руки, и чувствовать, что он делает в виде остальных. Тогда бы, возможно, нападение на него не было неожиданным. И он смог бы защититься. Неизвестно, как бы развивался, потому что троекратное превосходство, но все равно. То есть он бы уже не получил один удар, который бы его вырубил. Он бы мог сопротивляться, используя букет, пистолет. Он стал, чтобы на руку поднял, чтобы чухаться уже не прошло. Ну, ты закрываешь обзор. То есть это уже технические действия. Кто-то тренируется. Отключился и включился, а так бы вообще, может быть, по билетам и включался. Вообще, двое подержали бы. Отключился и выключил бы. Состояние черное. Состояние черное. Это крайнее состояние, которое, видите, шок. Люди, которые переходят по тревожной вот этой шкале, тревожному ряду, проходят через испуг и понимают безысходность ситуации, либо не видят выхода в этой ситуации, либо чувствуют неотвратимость угрозы жизни, они переходят в состояние паники и ужаса. Поэтому в тревожном ряду черным цветом было написано, ну, выражено ужас. Ужас, который отключает логическое мышление, выключает все и может направить человека по пути стереотипных поведенческих реакций. Убежать, панически бежать, замереть, либо немотивированная агрессия, которая никак не остановит тот автомобиль, который движется, или не остановит самолет, который падает. Это крайнее состояние. Причем люди, которые были в белом, очень резко могут перейти сразу в черное, минуя все остальные. Что очень опасно. Особенностью этого состояния является, что человек, который попадает в состояние шока, как правило, самостоятельно выйти оттуда не может. То есть, его психика загоняет, это защитная реакция организма. Создан, ну, природой. Отключить все для того, чтобы психика не сошла с ума. Да, то есть, мозг не сошел с ума. Но, это же не значит, что воздействие поражающих факторов прекращено. Значит, надо людям, которые оказываются в состоянии шока, помогать. Надо понимать, что у них происходит, как они это выражают. Если он неадекватно себя ведет, это шок. Если он не отвечает на ваши вопросы, это шок. Если он смотрит в одну точку, это шок. Если он стоит на месте и не двигается, это шок. Если он бежит и кричит, это шок. Если там куча других галлюцинаций появляется, он слышит какие-то голоса, это шок. Если у него широко раскрыты глаза, это шок. Из этого состояния человека надо выводить. Если вы его не выведете, вы его потеряете, и он вам ничего не поможет. Выводить физическим воздействием. Только шок не зазнать его словом. С точки зрения физиологии, ты неправильно употребляешься. То есть шок это немножко другое, на самом деле, с точки зрения физиологии, если прости. Шок это то, что наступает в организме при резком уменьшении объема зарпулирующей крови. Это психологическое состояние. С точки зрения физиологии слово шок неверно. Ну хорошо. Это понятным языком. Я понимаю. Это при общении, например, с врачом может произойти... Ну хорошо. Это аффективные реакции. Состояние аффект. Действительно, шок это медицинский термин. Есть еще народное значение. Просто почему важно для себя понимать, что такое шок, а что такое что-то другое. Потому что при наступлении травм надо понимать, откуда это берется. Вот это состояние шока. У человека там большой перелом в шоке. Что это такое? Это просто потеря крови. И резкое романтие давления. То, что ты говоришь, это называется травматический шок. Любой шок в организме наступает в результате уменьшения объема циркулирующей крови. А тут тоже в голове нету крови. Все. Нарушение объема циркуляции. Все сходится. Все сошло. Но ты понимаешь. Это психологическое состояние человека. Это правильным языком действительно называется аффективные реакции или состояние аффекта. Человек в состоянии аффекта он не понимает, что с ним происходит. Смягчающее. Да, смягчающее обстоятельство с точки зрения криминалистики. Еще раз говорю. Человек, который попадает в данную ситуацию или состояние, он сам очень редко может выбраться. Ему нужна помощь. Помощь заключается в физическом воздействии. Постучать по щекам, побить, покрусить, покричать на него, спросить у него имя, если мы говорим про эвакуацию другого человека. Просто «Как тебя зовут? Сколько пальцев ты видишь?» Если он не отвечает «Бум! Бум!» «Сколько пальцев?» «Два!» «Неправильно!» «Бум!» «Рука сломана, так еще и рёбра!» «Сколько пальцев он не помнит, как меня запущет!» «Оттенки с железным» «Я бы рад.» «Ну при использовании данной системы, в зависимости от того, насколько угрожающее воздействует экстремальная ситуация, нет необходимости последовательно повышать. Я же, я уже сказал, из белого можно сразу войти в чёрное, точно так же и с жёлтого можно войти сразу в красное. Уровень готовности человека, его реактивные реакции, которые у него натренированы, мышление, которое у него есть. Вот это все будет способствовать его реакции и мобилизации его внутренних сил для противодействия той ситуации, которая есть. И все это заключается в чем? Что несколько секунд, сэкономленных во время реагирования психической готовности, могут сохранить жизнь. То есть вот это, это модель, которая накладывается на жизнь. Вы ее можете применять как в работе, так и в повседневной деятельности. Это адекватная оценка тех угроз, которые возникают. Это критический анализ того, что происходит вокруг. Это повышение своей готовности за счет понимания того, как противодействовать той иной угрозе, которая возникает. Еще раз говорю, пистолет поправил, достал нож, переложил в руку, достал фонарик, посмотрел, где места укрытия, где дверь, в которую можно стучать, где улица, на которую можно бежать, где фонари, где ходят прохожие. Как к ним докричаться, чтобы они услышали, что тебя здесь пытаются насиловать. И так дальше. И активно порычать. Да. Или когти, куда, или сразу там идет человек, оцениваешь. Открыта шея, значит попробовать ударить в горло. Потому что, если он руки будет тянуть, хватая меня за плечи, значит надо бить туда, куда я смогу пробить, а не через одежду. Бить ему сюда, где может быть большой живот или хороший пресс, плюс одежда. Вы его лупите, а тут еще и мобильный телефон лежит в кармане, и ничего не происходит. Но есть точки, зоны, по которым можно бить пальцами, либо рукой. Горло, пах, глаза, уши там, если получается. Вот туда. Это есть ситуационная готовность. Идет, посмотрел, во что одет, как стоит, какие пальцы, какие костяшки, что где там, под одеждой, да, достал, бам, ударил в нужную точку. Ты ошеломил, сорвал захват, имеешь возможность выхода. Ты уже не жертва. Ты уже не ведешь пассивную защиту, там, какую-то, уходя глубоко туда, да, еще больше подвергая себя опасности вот этих факторов поражающих. А ты уже активно сопротивляешься, что нарушает тот план, который себе нападающий предусмотрел. Я приду, он испугается, а я ему еще, он еще больше испугается. Так действуют люди, которые совершают нападение. Психологическое давление или физическое связанное, ну, так, сочетание физического и психологического. Они больше кричат на жертву, там, а-а-а-а. Почему милиция, когда при задержании, да, работает, лежать, руки, да, 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 буцает, пинает там все. Почему? Чтобы человек не смог выйти из состояния вот этого аффекта. Чтобы для него это уже было неожиданным. А тут его еще там буцает, он, да, 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 и писается. Да, мы что-то упустили. Я забыл вам сказать, что одно из физиологических реакций человека на страх, на стресс, есть недержание, освобождение от лишних жидкостей. Я думал, вы сказали, одно упражнение забыли еще. Да. Это не связано с тем, что там человек подвержен подобным вещам. Да, это может приключиться. И таких случаев много. На задержаниях, когда разговаривали с людьми, там, смотри, при задержаниях задерживают больших людей, которые имели хорошую подготовку, опыт, да, бандитский там, ну, все, неожиданность была достигнута, эффект неожиданности такой, что в момент этой опасности, страха, он перестал контролировать, там, уй, блин, ну, как так, и все. А вот. Давайте перерыв и в течение 20 минут завершаем.